здравствуйте меня зовут евгения октябрь сегодня мы напишем картину маки нам понадобится холст на картоне размером 35 на 45 нам понадобится разбавитель нам понадобятся масляные краски палитра на которую давятся масляные краски масляные краски красная светлая кармин то есть бордовый белила титановый и оранжевая черная краска плюс забыл также мастихин обычной острой формы обычный карандаш кисть куплена из новых садажа или из каких-то художественных магазинов очень дешевая кисточка и из искусственного волокна а также кисть большая это у нас синтетика номер 16 вот и все и тряпочка цель нашего занятия это написание картины мастихином и двумя кистями но особенно мастихином эта техника очень интересно это увлекательно это модно это современно это в моем стиле создание бешеных красивых красных мак маки будут располагаться по центру карандашом легкими линиями не нажимаю сильно на карандаш потому что иначе карандаш потом войдет в краску и будет такая грязь а мы же грязи не хотим для наших цветов вот будет 3 марка сейчас ничего не понятно и очень просто кажется и не интересно на самом деле самое интересное впереди кисть опускаем разбавитель чуть-чуть ее мочим под концом кисточки белила оранжево смешиваем до получения персикового красивого цвета такого покрываем этим цветом большой кистью для строительных работ отделочных покрываем весь фон кроме мак и бордовым темным цветом тонким тонким слоем красочкой кармин покрываем каждый цветок тонким слоем видите мне даже просвечивает холст нам нужно набрать тень на маках теневая сторона цветов чтобы потом уже не накладывать вот этот тон и цвет вот и все сейчас начинается самый интересный этап написания нашей работы кажется что какая-то ерунда да какие-то три бордовых пятна совершенно непонятно о чем речь идет берем в руки мастихин все наверное знают эту лопатку чудо-лопатка в народе называется но мы так ее называем мои ученики так называют на самом деле масти хин берем красную краску окунаем задней частью только задней не передней только задней части набираем большое количество краски понадобится один тире два тюбика красной краски маки они очень любят и слой и цвет и фактуру сверху вниз движение сверху вниз сверху вниз набираем оранжевый красным вместе лопаткой на одну лопатку две краски и прокрашиваем переднюю часть здесь можно снизу вверх мазок делать снизу вверх снизу вверх создаем как юбочку знаете как юбочку . и как улыбочку раз добавляем белила в оранжевый эти блики чуть-чуть добавляю серединку мы пишем черным набираем наименьшее количество краски создаем фактуру добавляю слой еще на мак чтобы было еще красивее еще моднее еще интереснее сверху вниз мазок плотный не шерф не вот так мы делаем очень многие делают вот такие маски это неправильно это не астры не хризантема чтобы вписать вот таким способом это гладкий цветок красивый гладкий торжественный я обожаю маки как не знаю как наверное никто это это визитная карточка моего творчества вообще в целом и сделаем то к чему они крепятся да вот эти наши стволы смотрите я набираю черную краску переворачиваю мастихин вот в таком положении вот вертикально только вот этой стороной пишем как ни странно боком это очень модно получается красиво дерзко вот у нас современная модная живопись минимум цвета больше эмоций и такие как огонечки маленькие огонечки пламени маки все-таки это как пламя но разве не красиво представьте оформить широченно красивый багет повесить дома а если это будет огромных размеров так это вообще будет шедевр добавляем объема вот на серединка то что любим то и пишем очень любим маки очень чуть-чуть добавляем белила чтобы она заиграла чтобы заиграл каждый цветочек каждый лепесточек вот вуаля готов чинка друзья наша работа завершена майки готовы достойное дополнение вашу квартиру в кухню в зал или же какой-то офис или кабинет почему бы и нет ярко сочно дерзко модно написано крупным мастихиновым мазком мне кажется у нас все получилось